Дорогие друзья, еще раз добрый день. И сегодняшний наш вебинар – Арт-портал – образовательный ресурс для школьников и студентов. Арт-портал – это один из проектов компании Директ Медиа. Проект, посвященный искусству. И проект, который, если говорить по-простому, можно назвать арт-галереей. Но арт-галерея – это только его внешняя, если можно так сказать, внешняя оболочка. Или каркас, на который стоит много дополнительных сервисов. О которых, собственно, я и расскажу по ходу сегодняшнего вебинара. Ну, вот это логотип нашего арт-портала. Вот так выглядит его главная страница. Примерно так. С, собственно, составом интерфейса разберемся чуть попозже. Вот ссылка, по которой вы можете найти арт-портал. Она достаточно проста. Добавляете три буквы арт и точку перед нашим основным доменом библиоклуб.рум и заходите на арт-портал. Арт-портал, в отличие от различного рода ЭБС, который поддерживает компания Директ Медиа. Почему я говорю различного рода? Потому что кроме нашей флагманской ЭБС, университетской библиотеки онлайн у нас есть и специализированный ЭБС для школ, для публичных библиотек, для бизнеса и так далее. Придерживается немножко другой концепции. Сайт в основном бесплатный. То есть основные его поисковые функции бесплатны. и посмотреть, и скачать произведение искусства на нем можно бесплатно, не являясь ее подписчиком. Но за подписку вы получаете гораздо больше дополнительных возможностей и функционала. Об этом, собственно, я тоже расскажу чуть попозже. Ну вот приблизительный состав. Наверное, вот эта цифра уже немножко увеличилась. Я не стал совсем уточнять так уж точно. Ну, видимо, пока еще меньше 70 тысяч изображений. Я имею в виду уникальных изображений. На самом деле в базе данных находится более 100 тысяч изображений. Ну, некоторые из них не показываются, потому что заменены лучшими изображениями. Более 7 тысяч авторов представлены на нашем арт-портале. И более те произведения, которые здесь у нас представлены, они находятся на попечении более чем 3 тысяч музеев. Множеством стилей и направлений и жанров рассматриваются на нашем арт-портале. И не только рассматриваются, но и эти атрибуты проставлены. Это те атрибуты, по которым можно искать и фильтровать литературу. Прошу прощения, объекты арт-портала. Так что для тех, кто хочет зайти на наш арт-портал с этой стороны, то есть искать какие-то произведения по стилю, по жанру, это тоже можно сделать. Долгое время мы собирали первичную информацию на нашем арт-портале и развивали ее в количественном смысле. Последние несколько лет мы его развиваем в основном в качественном смысле. То есть находим лучшие изображения, мы работаем над качеством изображений, то есть заменяем изображение на изображение лучшего качества, делаем более подробные записи, описание к изображениям, уточняем атрибутику, консолидируем информацию. Что имеется в виду? Если были два изображения, которые на самом деле были одинаковые, но к ним были разные надписи, мы их объединяем и делаем одну нормальную большую запись. Мы уделяем много времени интерактивности и мультимедиа, а также каждые 10 дней производим новый выпуск арт-отеки, который является подписным сервисом на базе арт-портала. О арт-отеке подробно в конце вебинара расскажу, конечно. А, да, я забыл сказать, что все участники вебинара могут скачать мою презентацию в разделе ресурсы. Ну, это как обычно. Кроме традиционной атрибутики, то есть описание, как правило, состоит из двух частей. Одна часть – это атрибутика, то есть информация об авторе, о месте хранения, о размере, о технике, о годе, когда это было произведение создано и так далее. И вторая часть описания, или, собственно, описание – это несколько слов о картине, написанные специалистом. Вот такие описания есть не во всех произведениях, но они часто присутствуют тоже. Таким образом, даже если использовать арт-портал в качестве галереи, вы получаете достаточно подробную информацию о произведениях вместе, собственно, с самим изображением. Для описания, полноценное описание, не полноценное, а, как бы это сказать, расширенное описание есть для большинства полотен, которые являются, ну, как бы это сказать, ну, представляют известные полотна, представляющие мировую ценность, а вот для них есть достаточно подробные описания, которые можно использовать. Да, я тут не сказал пару общих слов, которые, наверное, надо все-таки добавить, о том, что арт-портал, как некое хранилище графической информации, ну, ну, во-первых, мы рассматриваем арт-портал, как, несомненно, образовательный ресурс, причем образовательный ресурс и в части текстов, которые там используются, об этом я подробнее расскажу. У нас, кроме различных описаний, есть еще и обобщающие тексты, биографии, описание музеев, описание стилей и эпох, вот, и некоторые другие разделы, да, в конце концов, большие тексты в разделе арт-отека, вот, но даже если рассматривать ресурсы от портала, как галерею, или базу данных, все равно ее можно рассматривать, как образовательный портал, просто потому, что, собственно, нахождение изображений в настоящее время является таким навыком, которым должен обладать любой человек, ну, тем более, любой человек с высшим образованием. то есть студент, не обладающий навыками поиска изображений, когда ему это надо, в общем-то, по выходу из университета, наверное, может являться, ну, я не рискну сказать, профнепригодным, да, но пробелы в его умениях очевидны. Вот, ну, конечно, искать произведения искусства можно и в каких-то других местах, например, в Google картинках, вот, ну, тем не менее, наш арт-портал, он позволяет дополнительно к этому получить некоторое качество. Ну, в частности, многие произведения искусств в таком хорошем качестве имеются только у нас на арт-портале. Вот так примерно выглядит атрибутика. Это еще не самое не самое подробное. Как мы видим название произведения, автор произведения, год, когда это произведение увидело свет. Материал материал этого произведения, его размер в сантиметрах, музеи, где хранится это произведение, ну, и часто город, где оно хранится. Вот, часто ниже имеется информация, вот здесь вот, подробная информация о произведении, вот, ну, скажем так, от одного предложения до нескольких абзацев. что касается качества самих изображений, то, как я уже говорил, то, над чем мы серьезно работаем, это нахождение изображений лучшего разрешения, у нас имеются качественные изображения вплоть до гигапиксельного качества, в частности, гигапиксельные изображения используются в некоторых проектах артотеки, которые являются проектами, мы их называем интерактивными путешествиями по определенному произведению, об этом я еще чуть-чуть расскажу в конце. Мы работаем над тем, чтобы найти изображение лучшей цветопередачи, ну, и в связи с этим постоянно заменяем изображение на более качественное. Вот как нашли новую картинку с лучшим качеством, так и заменили ее в нашей базе, так что даже без изменения количества постоянно производится ротация наших произведений. Какие виды интерактивности есть? Это галереи изображений, слайдеры разные, оси времени, интерактивные оси времени, это наличие видео в разных разделах нашего портала, ну, и, наконец, те интерактивные путешествия, о которых я вам говорил уже и о которых еще буду вам рассказывать. Ну, давайте немножко разберем интерфейс арт-портала. слева у нас находится меню разделов искусства, у нас представлена отдельно живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр и книжная миниатюра. соответственно, при нажатии на эти кнопки происходит фильтрация именно по этим видам по этим видам искусства. Снизу у нас идет основное меню, но о нем чуть позже. Да, ну вот в увеличенном виде это выглядит так. красные надписи это я сделал для вебинара, их, разумеется, нету. Да, давайте я хоть вам и дал ссылку, давайте я вам ее дам в чате, чтобы вы могли это рассматривать прямо сейчас. минутку. Вот наш адрес, можете прямо сейчас по нему перейти, чтобы параллельно с моим рассказом рассматривать возможности. о которых я говорю. Снизу у нас располагается основное меню, где имеются переходы между различными если можно так сказать подпроектами внутри проекта арт-портала. Это например такой проект как арт-учебник. Это переход на разделы, которые называются авторы страны жанры эпохи и стилей. Если авторы страны и жанры это в целом это можно сказать что это фильтры хотя скорее это переход к соответствующим разделам с соответствующими фильтрами. То есть это от ранжирования информации нашей галереи в соответствии с этим признаком например по имени автора по стране по жанру и так далее. Но там тоже имеется дополнительная информация например в разделе авторы имеется информация о биографиях очень многих авторов особенно известных. В странах соответственно это больше просто фильтр. Там где жанры тоже расположение по алфавиту по жанрам. А эпохи и стили это такой достаточно развернутый раздел который нельзя назвать фильтром. Там много дополнительной информации об этом я расскажу отдельно. Ну и наконец большой раздел большой проект который можно даже рассматривать как отдельный проект это ортотека это можно сказать что это периодическое электронное издание которое выходит как я уже говорил три раза в месяц о нем мы поговорим в конце нашего сегодняшнего вебинара. Если вы находитесь в каком-то произведении ага спасибо спасибо Вера Валядина в описании какого-то произведения вот здесь мы здесь вы видите что есть возможность собственно посмотреть само произведение а также щелкнуть по нему и получить его увеличенном виде можно получить информацию об атрибутике об этом я уже говорил можно ну вот эти кнопки доступны если вы зарегистрированы на портале нашем подписаны на него ну вот есть такая кнопка скачать на мой взгляд конечно это немножко лишняя кнопка потому что можно просто правой кнопкой мыши нажать на изображение и скачать обычным образом из браузера изображения ну скажем так это сделано для тех для кого это не очевидно ну и можно формировать свои собственные галереи не скачивая изображения а просто перенося их в свою галерею которую можете это избранно можно сказать что это избранная галерея галереи сохраняются если вы зарегистрированы галереи сохраняются и потом от входа к входу вы можете с этими галереями работать ну и наконец вот оно описание объекта которое снизу возникает как я уже говорил это от одного до абзаца который можно разглядеть снизу под нашим произведением так ну что то у меня тут что то у меня тут произошло видимо мне придется перегрузить нашу переводить идти ох что то что то странно себя вебинарная комната ведет давайте я перезагружу наш презентацию и надеюсь что так кажется исправилась сейчас тогда перейду к тому кадру который был да и на следующий кадр ну вот тут я привожу различные варианты различные варианты описания различные варианты произведения в данном случае это произведение графики мне придется еще раз включить рисовалку разные произведения графики вот ну и здесь мы видим некий расширенный вариант атрибутики здесь вот есть еще настройка стиля страна город местонахождение видите побольше элементов атрибутики вот бывает что и даже еще немножко побольше ну вот так вот выглядят архитектурные объекты у нас архитектура занимает конечно не ведущее место в нашей на нашем портале но достаточное количество архитектурных произведений у нас существует вот так что можно искать и их ну а здесь я хотел бы обратить внимание на то что у нас существует так называемая навигационная цепочка хлебные крошки то есть вы можете понять где вы находитесь и как далеко от главной страницы вы находитесь то есть вы перешли на главной с главной на страницу вида искусства а оттуда на архитектуру если говорить о конечном виде представления наших произведений которые в нашей галерее есть то вот этот вид он производится на конечном экране на всплывающем окошке в котором ну основное что можно сделать это конечно посмотреть это в увеличенном виде иногда увеличенный вид он не сильно увеличен как вот здесь не помещается всего лишь где-то половина изображения а часто увеличивать можно достаточно сильно там примерно раз в 20 об этом я чуть попозже расскажу ну плюс разные другие возможности для тех людей которые подписаны добавить в галерею посмотреть описание картины это даже не для не подписанных поделиться скачать и так далее вот впрочем скачать как всегда можно также и нажав на правую кнопку мыши где-то на картинке а вот и скачать если вы не подписаны то вы можете скачать большое изображение единственное отличие в правом нижнем углу у вас появится логотип арт-портала ну он такой не сильно навязчивый но может кому-то показаться лишним а вот а вот если вы подписаны то скачка изображений производится без наших логотипов как я уже говорил просматривать изображение можно с увеличением и вот здесь пример когда изображение очень велико и его можно просматривать сильным увеличением в частности вот здесь видны такие нюансы которые может быть даже были бы не видны при вашем посещении конкретно музея то есть ну вот эта картина надеюсь вам известна это явление Христа народу Иванова вот если вы помните она висит в Третьяковке каждый из вас кто посетит Москву может прийти и посмотреть ну вот честно говоря сколько я не рассматривал эту картину мой взгляд никогда не утыкался например на вот такое вот изображение людей которые где-то стоят за рекой и тоже взирают на спасителя но их изображение гораздо меньше чем основные фигуры изображенные на картине вот но они есть и при оцифровке это стало видно и при увеличении это все можно посмотреть как я уже говорил внутри раздела внутри любого раздела можно еще фильтровать и вот эти фильтры по стране по музею по авторам по жанру и по стилю да ну собственно мы сейчас находимся в разделе стиле авторы раздел авторы раздел авторы позволяет не только ранжировать содержимое арт-портала по авторам но и отсылает к достаточно пространной информации которая имеется об авторах конечно не обо всех 7000 авторах имеется подробная информация но об основных имеется и она достаточно большая ну вот в частности смотрите информация по Иерониму Босху его предполагаемый автопортрет его биография состоящая ну так из большого количества примерно 10 абзацев в конце дается дополнительная информация например ссылки на книги в интернет магазине которые в которых имеются произведения Босха ну и также собственно сами произведения которые вот здесь перечислены в виде такой вот строки которую можно перематывать вот конечно доступ к таким произведениям он возможен и другим образом не обязательно найти сначала Босха и потом искать его произведения можно просто в поиске задать имя автора произведения и тогда в поиске в выдаче поиска выйдет все выйдут все произведения этого этого автора да ну есть отличие конечно не только произведения в поиске выйдут это автора ну и везде где этот человек упомянут Например, портрет этого автора, выполненный другим автором, тоже выйдет в поиски. А здесь только работы данного автора показываются. Музеи. Информация о музее тоже достаточно развернутая. О музеях. Здесь, как правило, виден фасад музея. Музея. Основная информация о музее, включая ссылку на главный сайт музея. Сейчас у всех ведущих музеях есть достаточно хорошие сайты, где можно посмотреть не только информацию об самом музее, но и частичную экспозицию. Ну и несколько абзацев о музеях, об истории этих музеев и так далее. Вы видите, что и для авторов, и для музеев есть достаточно расширенная информация, которая может позволить в том числе студентам делать свои эссеи, рефераты, посвященные данным темам. Особенно это интересно, конечно, студентам, которые готовят свои рефераты или эссе по предмету мировое художественное искусство. Мировая художественная культура, МХК, прошу прощения. То есть тут достаточное количество информации, не только для того, чтобы получить графическую информацию, но и сопутствующие информации. Сколько лет мы работаем над этим проектом? Ну так, по большому счету, где-то около шести лет. Как я уже говорил, было две фазы. Это я читаю вопрос Веры Валерии Шапкиной. А сколько лет вы работаете над этим проектом? Я бы разделил на два этапа. Первый этап, ну был еще такой скрытый этап, когда проекта как такового еще не было. Когда мы просто собирали галерею, накапливали, просто кидали любые изображения, которые появлялись. И второй этап, когда мы стали его расширять в сторону улучшения качества и дополнительной информации, которую мы стали размещать на нем. То есть на первом этапе наш арт-портал был больше только галереи. А на втором этапе он стал реально образовательным порталом. Следующий большой пункт это эпохи и стили. И этот пункт меню является таким расширенным. В нем тоже приведены, в общем-то, ну тоже есть некая фильтрация. То есть вот сначала приведены эпохи и стили по алфавиту. А внутри них есть достаточно подробная информация, причем более подробная информация, чем по музеям, по авторам. Поэтому я это как бы особо выделяю, этот раздел. А вот если вы перейдете, например, нажмете на ссылочку информация о стиле, то перейдете в такое подробное описание, где достаточно уже большой текст. Есть вот такие вот переходы. Стиль в скульптуре, стиль в живописи, авторы стиля, стиль в разных странах. Есть по основным главным стилям. Есть вот такие вот стилизованные ролики, которые мы специально снимали, где рассказывается о данном стиле уже в формате видеоролика. То есть такая достаточно развернутая информация находится здесь по всем стилям в этом разделе. Есть еще раздел арт-учебник, который интегрирует в себе разную информацию. Тоже о разных стилях. Ну вот здесь можете нажать на него и почитать про то, что это из себя представляет. Вот здесь вот такая вот дополнительная справочная информация. Так, ну об этом я лучше отдельно поговорю о книгах, которые в ближайшее время у нас появятся. Это дополнительная информация, свежая, супер свежая информация. А что еще у нас есть? В подписном виде нашего арт-портала есть лента времени, арт-хронограф так называемый. Ну, по сути дела, это иной способ доступа к той же самой информации на основе ленты времени. Лента времени такая непростая, она, ну, кроме того, что она организована, как 3D такая, да, лента. Эту ленту времени сделали наши программисты и авторы. Да, над нашим арт-порталом трудятся специалисты по искусству, то есть не просто мы собираем произведения, эти тексты кто-то пишет, и агрегирование происходит на научной основе и на авторской. Вот, так вот, это лента времени, а идея ее взята в сервисе, который называется TikiToki, но код полностью переписан под наши потребности. Здесь представлены, как вы видите, с одной стороны 6 направлений, история, архитектура, а в данном случае это не направление искусства, а скорее направление, ну, то есть не только искусства, но и некоторые области, к которым могут быть приписаны произведения искусства. Архитектура, живопись, скульптура, литература, музыка. Вот, если вы видите, музыка, она уже выходит за рамки того, что у нас представлено на нашем портале, какие произведения, но она в данном случае является разделом внутри арт-хронографа. Нет, не музыкальные произведения, а то, что привязано к музыке каким-то образом. Вот, и вот здесь еще можно отфильтровать по конкретной стране. Несколько ведущих стран, которые в искусстве отмечены, они, по ним можно отфильтровать. Ну, а внизу идет, собственно, сама шкала времени, где цветом и точками отмечены, цветовым и точками отмечены сами произведения. На них можно просто нажать. Вот, вот примерно так. Ну, вот одно из произведений, вот если вы, например, здесь выберете какое-то произведение мышкой, то появится на отдельном слайде его подробное описание. Как правило, даже для этого, для арт-хронографа выбрано произведение с очень подробными описаниями вот здесь. Вот, то есть основные произведения. Конечно, не все 65 тысяч произведений, которые у нас представлены, а иначе бы с этой осью было бы очень трудно работать. А основные произведения, по которым можно проследить историю страны, архитектуру страны, живопись страны и так далее. В хронологическом порядке. А вот тот раздел, который у нас появится скоро. Наши разработчики обещают до конца года его запустить. Это арт-библиотека. По сути дела, после запуска этого подпроекта, он тоже будет работать только при подписке. Внутри арт-портала появится собственная библиотека. И арт-портал превратится в еще один вариант ЭБС. То есть у нас появится более 16 тысяч книг по искусству, которые можно будет, как в нашей основной ЭБС, университетской библиотеке онлайн. Ох, какое солнышко появилось, меня засветило, прошу прощения. Пользоваться, читать из такой же читалки, как в нашей университетской библиотеке онлайн, читать прямо внутри арт-портала, читать книги по искусству. Таким образом, можно сказать, что это с одной стороны удобно вообще, потому что, чтобы не переходить из арт-портала в ЭБС, в ней не регистрировано. Ну, прошу прощения. То есть эта функция будет интересна как тем, кто подписан на университетскую библиотеку онлайн, так и тем, кто не подписан. Тем, кто подписан, просто удобно будет не переходить в другой продукт и читать все про искусство внутри того портала, в котором вы сейчас находитесь. А тем, кто не подписан, будет интересно это особенно, потому что они, если кому-то нужно только про искусство все, и по этой причине они не подписались на университетскую библиотеку онлайн, то они смогут это сделать, подписавшись на арт-портал. Ну, вот так будет выглядеть... Ольга Александровна, я, честно говоря, не могу сейчас точно сказать, все ли книги по искусству входят в... А, нет, подписка на арт-портал это отдельная подписка. Это отдельный проект наш, и он с университетской библиотекой по подписке никак не согласуется. То есть, их можно просто подписывать по отдельности, не обращая внимания друг на друга, но такое право, само собой, не появляется. Подписывая один продукт, не появляется право на подпись другого продукта. Вот так это выглядит внутри, когда вы рассматриваете отдельную книгу, как всегда. Ну, это страница предпросмотра, она представляет собой упрощенный вид такой же страницы в университетской библиотеке онлайн, но все основные параметры есть. Ну, плюс кнопка читать, которая ведет к появлению той же самой читалки, в которой все это можно просматривать, читать и просматривать. Вот все книги представлены в формате PDF. Изначально вам этот формат не виден, вы просто просматриваете изображение. Ну, и, соответственно, все те возможности читалки, которые существуют, за исключением специфическим. Если не изменяет память, для юридических лиц, да, подписка на арт-портал платная, но, как я уже говорил, частью функции арт-портала можно пользоваться бесплатно. Подписка стоит для юридических лиц 20 тысяч рублей в год. Кому интересно, на арт-портал можете подписаться, взять демо-режим там на несколько месяцев и посмотреть, как это все происходит. Ну, обращайтесь поначалу ко мне. Вот я вас выведу на того менеджера, который этим... Да, это вместе с арт-библиотекой, но арт-библиотека, она появится до конца года, она не прямо сейчас. Вот. Далее. Да, я остановился на читалке. Читалка, значит, она будет иметь тот же вид, но за исключением некоторых возможностей, таких достаточно специфических. Это цитатника, место, где создаются рефераты и так далее. Но, на мой взгляд, это совсем не главная часть читалки, и все равно в этих разделах не так много народа работает. Так что основные возможности для чтения и просмотра есть. Да, кстати, я хотел бы отметить, что, разумеется, эти... Да, вот здесь я хотел бы показать. Это не скриншот из будущей нашей арт-библиотеки, это скриншот из нашей админки. Но, тем не менее, я вам привожу, чтобы было видно, что в настоящий момент в этот проект включено 16443 произведения, которые разбиты по таким параметрам. Архитектура, графика, декоративно-прикладной иску, ну и так далее, и так далее. Включены некоторые дополнительные разделы, которых нет у нас на арт-портале, ну, например, мультипликация, реставрация, танец, теория истории искусства, художественная фотография и так далее. Обращаю ваше внимание, что таким образом также расширяется и база произведений. То есть, разумеется, внутри этих книг могут быть произведения, которые отдельными единицами не вошли в наш арт-портал. Вот, я затрудняюсь сейчас сказать, на какую величину увеличивается, сколько уникальных произведений, которые есть в книгах, но нет непосредственно в арт-портале. Ну, думаю, что это очень значительное число изображений, которые, ну, разумеется, также можно при необходимости брать. То есть, это не является стационарным режимом, но если вы, например, да, но здесь нет развернутой страницы, да, если вы в читалке откроете какое-то произведение с большим количеством иллюстраций, и читалку откроете на весь экран, а потом при помощи любого скриншотера вы можете взять изображение, скопировать и дальше его использовать. Единственное, что, ну, оно не будет доступно в максимальном разрешении, да, но все, что можно с экрана взять, можно будет взять. То есть, это к тому же еще и является и дополнительным, и существенным, как бы не в разы, ну, я не уверен, но как бы не в разы, расширением базы нашего арт-портала. Вот. Другими словами, те исследователи, которые, ну, студентов, включая, разумеется, студенты, аспиранты, которые захотят более подробно поискать разные произведения искусства, кроме поиска по базе данных нашего арт-портала, они могут обратиться еще и к книжкам, и найти нужную книжку, полистать ее, и, быть может, найти произведение прямо там. Я уже не говорю про текст, который из этой книжки, который, ну, текстов просто становится на два или три порядка больше, чем, собственно, в арт-портале. Наконец, расскажу о проекте, который называется «Артотека». Собственно, к этому проекту я имею непосредственное отношение, потому что некоторые выпуски «Артотеки», ну, как созданы, созданы при участии меня. Скажем так. Вот, в настоящем. Что такое «Артотека»? «Артотека» – это подписной сервис, который является, ну, по сути дела, периодическим электронным СМИ. Первое время, в самом начале существования артотеки раз в месяц, чуть позже раз в два месяца, а уже последние полтора года, нет, последний год, нет, не раз в два месяца, два раза в месяц, а последний год три раза в месяц у нас выходит выпуск. Выпуск представляет собой достаточно подробный текст, большой подробный текст размером с большую журнальную статью, скажем так, а то и немножко больше, а то и с раздел книги, снабженный большим количеством иллюстраций, от нескольких десятков до нескольких сотен иллюстраций. Эти иллюстрации каким-то образом агрегированы внутри этой страницы более сложным образом, чем просто галерея, то есть они представлены по ходу текста, связаны с этим текстом, представляют собой либо слайдеры, либо верстанные картинки в текст, либо какие-то более сложные интерактивные сущности, такие как интерактивные путешествия, либо видеоролики, ну и много-много других разных интерактивных возможностей в этих выпусках есть. То есть, другими словами, выпуск артотеки – это структурированная, иллюстрированная, интерактивная и мультимедийная информация по какой-то теме. Перейти на артотеку можно сразу с главной страницы, но давайте, так как раздел достаточно важный, давайте я дам вам непосредственную ссылку на него, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит основной экран артотеки, а вот на него ссылка. Этот экран представляет собой набор пластинок таких, каждый из которых переводит вас в соответствующий проект. Для неподписанного пользователя арт-портала доступны, если не изменяет память, 5 или 6, или даже сейчас уже больше проектов, которые можно посмотреть. Ну вот здесь, например, они представлены. Это «Образ Христа в европейском искусстве», «Книжная миниатюра», «Искусство Китая» и некоторые другие. Здесь они появляются по мере листания. В настоящий момент доступны 112 проектов. И, как я уже говорил, каждые 10 дней появляется новый. Вот последний проект «Эль Грека», который у нас появился. Начиная со второй строки, здесь идут демо-проекты, которые можно посмотреть без подписки. Да, ну и вот демо-проекты, они в разных стилях сверстаны. Вот, например, я вам рекомендую посмотреть проект, который называется «Последний день Помпеи», который представляет собой интерактивное путешествие. Об этом виде чуть попозже я расскажу. Об этом виде представления информации я расскажу чуть позже. У нас есть несколько видов представления информации, несколько видов проектов. Исторический первый вид проекта, который назывался «Интерактивная страница», представляет собой, ну, таким образом сделаны всего несколько проектов, три или четыре, если не изменяет память. Это страница в виде условно-бесконечного холста, который вы можете мышкой перетягивать. На нем представлены разделы этого проекта, и уже внутри этих разделов представлены слайдеры, по которым можно информацию просматривать. И к каждому из произведений есть свое описание. Обращаю ваше внимание, описание часто более подробное, чем описание внутри арт-портала. Связано это с тем, что эти проекты делались отдельно, отдельно от галереи, и на основе некоторых книжных произведений, откуда, собственно, и брались эти записи. А иногда даже и специально авторы, искусствоведы писали эти пояснения к произведениям. Этот вид, он исторический у нас, мы больше его не развиваем, потому что перешли на более прогрессивные виды отображения информации. Один из них у нас традиционный и стал уже основным, это long-read, то есть длинная страница, структурированная, интерактивная, с теми же слайдерами, но с более удобным доступом и с более продуманным интерфейсом, чем вот здесь, в интерактивной странице. Ну, собственно, я не буду говорить, чем они отличаются. Скажу только, что интерактивные страницы первоначально были полностью нашим продуктом, в том смысле, что к их внешнему виду и тому, как они работают, приложили руку наши программисты. Но каждый раз делать проект с привлечением команды программистов оказалось долгим и неправильным, поэтому мы перешли на long-read, делаем их в сервисе, который называется Tilda. Ну, просто появилась такая возможность, не было такой возможности раньше, а вот появился такой продукт, который, ну, в общем-то, по качеству переплюнул наши первые технологии, и вот теперь основные наши проекты мы делаем в виде long-read в Tilda. Ну, и, наконец, особый вид наших выпусков, который называется интерактивная карта или, по-другому, интерактивное путешествие, это подробное описание какого-то одного произведения. Как правило, это произведение представлено так называемым гигапиксельным изображением, то есть изображением, ну, вот, чтобы вы имели представление о нем, это примерно там 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Такое изображение, если его пиксель в пиксель представить на вашем экране, если вот перед вами сейчас экран Full HD 1920 на 1080, это примерно 15 экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Собственно, никак, ну, вы просто сами увидите по внешнему виду. Это наше внутреннее, внутреннее название, то есть мы не сортируем разделы по вот таким вот видам, вот, просто после того, как вы войдете в этот проект, ну, вот, там будет ясно. Интерактивные карты, они, как правило, вот здесь у нас помечаются отдельно в названии, вот так вот. Остальные разделы просто своими названиями проведены. Среди демо-проектов вы можете увидеть проекты всех видов. Как я уже говорил, да, я не сказал ссылки на арт-портал разрешены, ну, разумеется, да, разумеется, разрешены, в общем, я даже не могу себе представить ситуацию, в которых была бы запрещена ссылка на какой-то ресурс в интернете, который сам по себе открытый. Да, даже если закрытый, все равно ссылку можно на него давать, даже не будучи подписанным на него. Вот здесь представлена обложка, да, наши лонгриды, как правило, все начинаются с красочной обложки, вот такой, которая занимает целый экран. Вот здесь обложка одного из наших ранних выпусков, который называется «Образ Иисуса Христа в европейском искусстве». Это самый большой наш выпуск, он содержит 517 иллюстраций, 8 разделов, 8 интерактивных таймлайнов и так далее. Честно говоря, мы потом отошли от таких подробных проектов, потому что они сами по себе представляют такое необозримое некое пространство, стали бить по более мелким кусочкам не потому, что нам жалко, а потому что более естественный способ, что ли. Все-таки выпуск, на наш взгляд, это нечто, что можно посмотреть и все-таки где-то прочесть минут за 30-40, она может чуть побольше. А вот такой вот необъемной информации, она сама по себе представляет уже скорее базу данных такую, да, и от таких мы отошли. Но тем не менее, вот как образец самого объемного нашего выпуска, я всегда привожу этот пример. Вот, например, на примере одного из таймлайнов, который расположен внутри данного выпуска, я хотел бы показать, как выглядят таймлайны или шкалы времени. Оси времени по-другому, да. Это некая шкала, которая располагается снизу. На ней располагается некий набор вкладок. Каждая вкладка из себя представляет произведение, описанное произведение. Можно либо напрямую нажимать на любую из вкладок, либо переходить последовательно вперед-назад слайдером. Можно также увеличивать и уменьшать масштаб времени. Можно мышкой передвигать эту ось туда-обратно. Вот, ну вот, пожалуй, и все, да. Вот такой вот интерактивный инструмент, где можно, привязанно к времени появления произведений, рассматривать их на вот таком интерактивном экранчике. Возвращаясь к нашим интерактивным картам, что это такое? Как правило, да, вы знаете, я... Ну, давайте здесь, на этом карте, на этом остановлюсь и расскажу, какие вообще, про что вообще бывают наши выпуски. Выпуски бывают достаточно в широком диапазоне, находятся, ну, от целых областей искусства. Например, мы рассказывали про жанр пейзажа. К более узким областям, например, составы каких-то музеев, рассказывали о каких-то музеях, рассказывали о каких-то авторах. Есть у нас спецвыпуски, которые посвящены каким-то событиям отдельным. Ну и вот, если говорить о самой мелкой градации, когда мы наиболее подробно рассказываем о чем-то очень конкретном, это наши интерактивные карты, когда мы берем одно произведение, единственное произведение и рассматриваем его досконально с рассмотрением его отдельных элементов и по каждому из этих элементов даем достаточно подробное рассмотрение. К таким картам... Кстати, многие из этих карт у нас являются открытыми. Вот можете посмотреть. В демо у нас представлено «Последний день Помпеи». «Явление Христа народу» тоже является таким вот произведением. Ну, Боск, правда, закрыт. Но давайте вот я для тех, кто... Для тех, кто сегодня посетил наш вебинар, дам его в открытом виде, чтобы вы просто посмотрели, как это выглядит. Значит, как это выглядит. Одну минутку. Я должен его найти. У нас сделано... Так, вот. Вот эта ссылка. Сейчас я вам дам. По иерониму Боску у нас даже двойной выпуск, потому что в нем содержатся две интерактивные карты. Вот одну из них... Спасибо. Одну из них я привел вам. Можете наслаждаться. На мой взгляд, это достаточно интересный способ подачи информации, когда мы рассматриваем картину во всех ее подробностях. Хотел бы отметить, что такой способ... Да, вот картина имеет вот такой вот размер, если в пикселях. Вот. Такой размер позволяет без ухудшения качества, что означает с появлением новых деталей, производить увеличение до 20-30 раз с рассматриванием деталей. Ну, вот, например, вот здесь можно разглядеть, например, вот этих вот человечков. Вот. Таких у нас несколько штук. 7-8 таких интерактивных карт. Ну, и мы готовим еще... По Брейгелю готовим такие произведения. Ну, когда появятся, не знаю. Надеюсь, что, может быть, даже к концу года, ну, или в начале следующего года. Вот. Как это выглядит, вот я вам сейчас дал ссылку, можно посмотреть непосредственно. Да. Ну, и вот здесь на скриншоте вы тоже можете это посмотреть. Слева увеличенный фрагмент. Вот это вот еще не самое большое увеличение. Это среднее увеличение. Тоже из триптиха Брейгеля. Садземных наслаждений. Большим, наверное, было бы, если бы вот эта обезьяна была вот на... Самое большое, на весь экран. Вот так вот. Вот. Ну, и здесь некие пояснения с дополнительной информацией, с дополнительными изображениями, контекстными, с дополнительными текстами, с ссылками. Ну, и часто еще здесь вместо изображений могут быть аудиоотрывки или видеоотрывки какие-то. Да, ну вот. Первая наша такая большая интерактивная карта это «Явление Христа народу». Ее вы можете посмотреть. Она находится в демо-режиме. То есть не надо подписываться, чтобы ее посмотреть. Там более 50 вот таких вот врезок, которых мы написали. Подробное рассмотрение всех персонажей. описание некоторых дополнительных изображений, таких как эскизы по... Ну, Иванов сделал огромное количество эскизов, более 400 эскизов и этюдов к «Явлению Христа народа». Все, конечно, мы не показали, но основные показали. Можете посмотреть их. Да, ну вот, то же самое. Так это выглядит примерно. Это как раз та часть интерактивной карты, где приводятся вот эти вот эскизы. Вот, например, увеличены персонажи. И вот здесь конкретно вот этот вот персонаж в челме. И вот так он выглядел в первоначальном виде, когда его на эскизе, который потом был усовершенствован и помещен вот сюда. Но вы видите, что взгляд, все почти осталось прежним. Исправлены буквально небольшие нюансы. Как я уже говорил, есть несколько, сейчас не скажу сколько, 7 или 8, кажется, открытых проектов артотеки, которые вы можете посмотреть, чтобы понять, насколько вам это интересно. Отдельной подписки на артотеку нет. При подписке на арт-портал вы получаете доступ ко всем проектам, включая и артотеку тоже. Ну, собственно, у меня на этом все. Благодарю за внимание. Есть ли у вас какие-то вопросы? А если нет, или давайте пока они есть, я соберу информацию. А пока, прошу прощения, сейчас потрачу одну минуту для того, чтобы выдать сертификаты. Возможно, кому-то из вас они будут интересны. Придется минутку подождать, я прошу прощения, пока произведутся некоторые стандартные действия за кадром. Мне надо сохранить список участвующих. Уже совсем скоро. Так, закачиваем эту информацию, выделяем, выдаем, отправляем на почту. Ну, что ж, сертификаты выданы, их можно приобретать. Ну, и последнюю фразу, которую я обычно размещаю, это вот эту, где, собственно, себя найти, чтобы приобрести сертификат. Запись вебинара будет уже сегодня вечером. Если ничего плохого не случится на нашем сайте Мирополиса, конвертация, иногда просто конвертация достаточно долго проходит. Вот. А так сегодня вечером я размещу информацию о нашем сегодняшнем вебинаре. Ну, что ж, всего доброго. Тогда, раз нет вопросов. Всего доброго. До новых встреч. Хороших вам выходных. А на следующей неделе с новыми силами приходите на вебинары Директ Академии. Подожди. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитровое... Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...